Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Наша версия. Загадки истории. Вечный Эль. И воссели над людьми мои пращуры, Бумын-Каган и Стими-Каган. Воссев на царство, они учредили Эль, государство, и установили закон народа тюрков. Надпись на памятнике Кюльтигина. Монументальный манифест идеи Вечного Эля. Неровные надписи на камне, реконструкция уникального памятника тюркской истории. Стелла Кюльтигина. Оригинал находится в Монголии. Камень Кюльтигина. Просто диву даешься, как в то время люди вот эти вещи писали, понимаете. Какие там назидания. Слова назидания и редкие свидетельства очевидцев. Один из интереснейших письменных источников, в котором говорится о могуществе тюркского государства, византийская летопись протектора Минандра. Только одна история из истории Вечного Эля. Сама понятие тюркской государственной уходит в глубь веков. Пространственное мышление тюрков – это и есть та живучая сила, которая позволяла всё время сохраняться в тюркской культуре. В 6 веке, в середине 6 века, вот этот мир европейский, он давно был открыт. Глава 1. Страна Великой Степи Первый тюркский каганат включался в систему политических и экономических отношений Византии, Ирана, Китая. В период расцвета тюркский каганат простирался от Маньчжурии до Керченского залива, от Верховьев Енисея до Верховьев Амударьи. Так тюркские каганы стали создателями первых евразийских империй. Нурсултан Назарбаев. Из книги «В потоке истории». Быть создателем империи, которая не просто останется в памяти народа, но даст этому народу имя – тюрк. Всё началось с Великого переселения. Большая часть гунов ушла на запад. Племена, оставшиеся на Алтае, оказались под властью жужжанского каганата. Железо, они как раз обрабатывали тюрки. Вот как раз до 552-го года они платили жужжанским ханам дань в виде железа. Понадобилось всего три года, чтобы ситуация изменилась кардинально. Тюрки взбунтовались, жужжане покорили, основали государство своё. Под основу была уже готова и ждала своего часа на этот момент очень-очень давно. Но это просто пик пальти, можно сказать, когда всплеск, когда именно имя тюрк, этноним тюрк появился и стал широко распространён. Бумын, великий ябгу тюрок, в 552-м году был поднят на Белой Кашме и стал каганом огромной империи. Его династия утвердила господство тюрок в Центральной Азии и Южной Сибири, а китайские императоры платили им дань. Нурсултан Назарбаев из книги «В потоке истории». Поднимались, чтобы небо благословило и подтвердило их право править людьми. Ведь что такое править людьми? Это же не так просто, да? На это действительно это право надо заслужить. Именно Бумын Каган назвал своё государство «Вечный Эль». После его смерти страну поделили на две части. Сыну Мукану достался восток, территория современной Монголии. Младший брат Бумына из Тими возглавил западную часть государства – Джунгария, долины рек Ильи, Чу, Талас. Имели право вести дипломатическую связь с другими государствами без разрешения восточных тюрков. Такая особенность. То есть как федеративное начало, что ли, напоминает. «Ябгу» – таков был титул из Тими Кагана. Византийский историк Менандр называл его «Дизабу». Рунический алфавит был создан по приказу Истими Кагана для расширившихся международных отношений, в частности, для ведения сложных дипломатических переговоров с Византией. Нурсултан Назарбаев из книги «В потоке истории». Первые записи были, правда, с использованием савдийского алфавита, а потом тюрки изобрели собственный алфавит. Истими Каган активно занимался внешней политикой. Один из посольских караванов отправил в Византию – историческая преемница Древнего Рима. Тюркское посольство возглавил сагдийский купец Маньях. Одним из первых агентов сагдийских по имени Маньях, он был маньях, брат Мани буквально, да, Маньях. Тюркских Каганов, вот был такой сагдийц, очень близкий. Он выполнял дипломатические функции и торговые. Из Семеречья по Сырдарье в Приоралии, затем Мангестау, Каспийское побережье, после Кавказских хребет и, наконец, Константинополь. Так двигался караван Маньяха. Так как тюрки воевали с Ираном, с Ассанинским, пробиться через Ирану было нельзя. Он первый наладил путь во вход. Глава вторая. Хан Шатыр. Мощь и богатство всей Византии. Император Юстиниан I хотел покрыть золотом даже мраморные стены, советники отговорили. Но ее строительство все равно обошлось в два годовых бюджета страны. Айя София. Тюркские посланники во главе с Маньяхом были потрясены видом отстроенного собора. Впрочем, оказалось, что золотом их не удивишь. Посольство прибыло в 568 году в Византии. Византийский император хорошо их принял. Царь расспрашивал посланников о стране и о владениях тюрков. Они говорили, что народ их разделяется на четыре владения, но что владычество над всеми принадлежит одному дизабулу. Посланники исчислили племена, подчиненные тюркам, и, наконец, просили императора заключить мир и союз. Протектор Минандр. В дальний путь собралось посольство Византийское во главе с полководцем Зимархом. Маньях и купцы тюркские византийского посла сопровождали. Неизвестно, находился ли в свете историк Минандр, он об этом ничего не упоминает, но пишет так, будто бы был очевидцем всех событий. Скорее всего, он использовал отчеты и протоколы посольства. Благодаря этим послам мы какие-то куски, какие-то информации знаем из этого периода в Центральной Азии. Пищи, бытия, какое правительство было, там административная система, сам хаган, тюркского хаганата. Где именно происходила первая встреча, таких данных ученые не имеют. Но, по свидетельству Минандра, к визиту посольского каравана подготовились основательно. Как они прибыли в страну и сошли с лошадей, тюрки, видно, нарочно на то поставленные, предлагали Зимарху купить у них железо. Я думаю, они это делали, чтобы показать римлянам, что в стране их есть железные рудокопни, ибо обыкновенно говорят, что у них трудно доставать железо. Протектор Минандр. Минандр, он наиболее лучшим образом это отразил. Вот как посла из Римской империи, да, как встречали тюрки, и проходили через вот эти вот два полена огня, да, ну, вот слой, столпа огня, очищали. Тюркские шаманы уложили все вещи, что привезли с собой византийцы, которых Минандр называет римляне, развели огонь ветвями Ливана, скорее всего, это кедр, били в колокол, выкрикивали заклинания. Затем заставили и Зимарха пройти через пламя. И только после этого посла принял неборожденный Каган. У них был культ гор, культ пещер, то есть культ предков. Это как бы горы являлись святыми местами. Ставка из теми находилась у подножья горы Эктак, что по-эрински значит «золотая гора», пишет Минандр. Предположительно, речь идет о горе Белуха. Зимарха удивила то, что шатроп у него было очень много. Зимарху вообще было чему удивляться. Даже привыкшие к византийской пышности дипломаты не ожидали увидеть такую роскошь. Вот, например, движущийся трон или ханская колесница. Каган находился внутри шатра и сидел на золотом седалище о двух колесах, которое, когда нужно было, тащило лошадь. Слова Минандра. Тогда Зимарх сказал, «Наш царь желает, чтобы счастье было всегда к тебе благосклонно, и чтобы ты любил римлян и был к ним благорасположен. Одерживай верх над врагами и собирай добычу». Весь день провели в пировании в шатре из шелковых тканей, искусно испечренных разными красками. Они пили вино, но не такое, как у нас. Земля тюрков не производит виноградных лос. Протектор Минандр. В следующие дни пиршество продолжилось, но уже в других шатрах, не менее богато украшенных. И трон Дизабула был иной, тоже, конечно, из золота. Золота вообще было много. Кувшины, крапельницы, бочки, столбы, позолоченное ложе, которое поддерживали четыре золотых павлина. Там на телегах лежали золотые вещи. И описать это, говорит, невозможно. Разные украшения лежали. Дизабул демонстрировал богатство, подарил Зимарху наложницу и позвал с собой в поход против персов. Часть посольского каравана с дарами от тюрков отправилась домой. Византийский стратик со свитой поехали с Дизабулом. Глава третья. Союз сильнейших. Дизабул отправился в поход против персов, имея при себе Зимарха. На пути они остановились на месте, называемом Талас. И здесь встретили посольство персидское. Протектор Минандр. Считается, что это первое упоминание о Таразе. Городе, который в VI веке находился под властью тюркского каганата. А ворота где располагались? Город Тараз имел четверо ворот. И главные, самые крупные из них находились как раз с восточной стороны. Где-то вот в этом месте. Через эти ворота въехали в город почетные гости. Истинный каган, он же Дизабул, и римляне-византийцы с Зимархом. Тем временем, узнав, что тюркский правитель отправился в военный поход, из Персии в Тараз прибыл посольский караван, чтобы договориться. Дизабул пригласил посланников римских и персидских. Он оказывал внимание римлянам и посадил их на почетнейшее место. При этом жаловался на персов, что терпел от них обиды, и потому шел на них войной. Персидский посол, забыв закон молчания, соблюдаемый у них за столом, начал говорить бегло и смело, опровергал упреки Дизабула. Протектор Минандер. Презрев все правила этикета, персидский посол говорил дерзко и прямо перед лицом великого кагана. Скандальность ситуации подчеркивает предположение, что Дизабул знал, что посольство Персии ждет его в Таразе. Они все приходили в Тараз. Прямо в источниках и говорят, это вот, которое посольство перебывает туда. Каганы были, говорят, очень грамотными, они первые на границах своих владений встречали. Необдуманный поступок персидского посла войну сделал неизбежной и изменил планы Дизабула в отношении Зимарха. Видимо, разгневанный каган намеревался единолично поквитаться с персами и лизантийца на войну больше не звал. Тюркский правитель утвердил дружбу с Константинополем и отпустил Зимарха. Вместе с ним отправил он к римлянам другого посланника, потому что маньях умер. Новый посланник назывался Тагма. При нем находился и сын маньяха. Он был еще отрок, но был вторым по достоинству. Этот молодой человек получил достоинство своего отца, потому что маньях был очень привержен к Дизабулу и близкий к нему человек – протектор Минандр. Он и его наследники организовали, чрезвычайно предпринимающие люди. Конечно, тюркские каганы их очень ценили. Союз Византии и каганата был заключен, Зимарх вернулся в Константинополь. Тем временем тюрки захватили несколько богатых персидских городов. Иранский шах был вынужден откупиться. Он обязался выплачивать дань в размере 40 тысяч золотых и больше не препятствовать торговле шелком. Имеющих головы они заставили склонить голову. Имеющих колени они заставили преклонить колени. На восток и на запад они расселили свой народ. Они были мудрые каганы. Они были мужественные каганы. Надпись на памятнике Кюльтигина. Эпилог. Вечные ценности. Истории о вечном Эле. Вечном, как сама жизнь. От звуки рожденных степью легенд, Выбитые на камни. Голубое небо, земля и человек между ними. Вечные истины. Сила в единстве, верности и мудрости. И да не исчезнет народ тюрков, Они сказали, да будет он народом. Образование централизованного государства, Великого Тюркского Эля, Привело к формированию огромной степной общности. Вступив в тесное и постоянное взаимодействие, Два мира, Кочевой и Оседлый, Теперь уже не могли развиваться друг без друга. Нурсултан Мазарбаев. Из книги «В потоке истории». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова